Алексей Текслер поднял острую проблему, которая волнует всю страну. Детей и подростков все чаще вовлекают в наркобизнес. За прошлый год количество таких случаев на Южном Урале выросло на 44%. Об этом заявил Алексей Текслер на заседании Антинаркотической комиссии региона. Причем распространением запрещенных веществ занимаются даже дети из благополучных семей в надежде получить легкие деньги. При этом самостоятельно определить, что ваш ребенок пошел по скользкой дорожке, возможно. Первое, наверное, что самое будет заметное, это появление денег. Тех денег, которых родитель ему не давал. Новые какие-то покупки, новые вещи. Это основной из факторов. Изменится поведение, ребенок станет более скрытным, потому что для него это все равно будет психологическое давление, что он что-то скрывает от родителей. В поисковике есть же память в любом браузере, куда заходит ребенок. Потому что они часто ищут работу самостоятельно. То есть работа там от стольки-то лет, да. И, соответственно, им уже выдаются в интернете также эти сайты, где предлагают за небольшую работу крупные суммы. Подростки считают, что это просто квест, и не думают о серьезных последствиях такой игры, о том, что это настоящее преступление. Все силы нужно направить на профилактику, считает глава региона. К сожалению, наркодилеры пока более эффективно взаимодействуют и воздействуют на детские умы, чем родители и профессиональные педагоги. Фактически каждый ребенок, решивший попробовать наркотики, это начало большой проблемы для семьи, для ребенка, для общества. Противостоять наркопреступности надо профессионально. Учителя должны иметь специальную системную подготовку, а не отрывочные знания по всем вопросам, связанные с этой проблемой. Педагог должен быть и врачом, и психологом, и юристом, уметь разговаривать с детьми и взаимодействовать с родителями. Алексей Текслер подчеркнул, что профилактическая работа должна быть отлажена на уровне городов и районов. Поручил изучить ситуацию в муниципалитетах, чтобы успешный опыт коллег использовали отстающие территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова